Плюс 30, полдень рабочее время. Жители села Нижнеозерное на берегу реки. У всех людей одна проблема. Стихия уничтожила переправу. Для сельчан последствия ЧП плачевны. Сейчас скорая помощь до нас в объезд добирается. Это дорога жизни. Это скорая помощь. Это роженицы вовремя довезти. Тяжелого больных. Это студенты переезжают. И у нас здесь фермеры, которые занимаются земледелием. Куда им урожай везти? Если у кого-то инфаркт, инсульт, мы не довезем. Не мы, а врачи нас не спасут. Вместо 9 километров до федеральной трассы теперь люди проезжают более 50. На пути не обходятся без препятствий. Пока жители этого села вынуждены добираться до ближайших населенных пунктов по этой дороге. В дождливое время здесь буквально заносят автомобили. На селе Нижнеозерного почти полторы тысячи человек. Половина из них пенсионеры. Здесь школа, детский сад, лечебная амбулатория. Мост в селе уже повреждался и раньше, но без таких сильных поломок. Были годы, когда его затапливало, срывало тоже. Но это были такие мелкие поломки, которые приводили ремонтные работы буквально в короткие сроки. Самый короткий путь до города Оренбурга и прибрежных. Сел Кардаила, Краснохолм, например, село Илег. Губернатор области решает проблему на месте. Он объявляет, через месяц будет налажена временная понтонная переправа. Село обеспечат всеми необходимыми службами. Скорая помощь у вас будет, пожарная будет, врач есть уже. В планах правительства области построить новый мост. Он не будет подвержен стихии. Для этого нужны проектные документы и более 100 миллионов рублей. Новую современную переправу обещают возвести к 2020 году. Елена Еремина, Владислав Горбунов. Новости дня.